Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Гордость может проявляться многими разными путями. К примеру, гордыми людьми обычно считают человека высокомерного, эгоистичного, того, кто всегда хочет, чтобы все было по его. Другая форма гордости — это когда человек не чувствует безопасности. К примеру, кто-то может попросить его вести группу, принять участие в чем-то, и он хочет это делать, но он обеспокоен. Его заботят, что люди подумают о нем, если он будет не на высоте, если не справится. А потому, по причине этого страха, он говорит «нет». Страх неудачи — это корень такой гордости от обратного. И есть третий тип гордости. Он-то более всего и относится к нашему изучению. Это когда кто-то верит, что он всегда прав. Может, такой человек хочет кому-то помочь. Может, он и не эгоистичен. Может, у него хорошая мотивация благословить кого-то. Но он так уверен, что его путь правильный. Такой человек упрямо не идет ни на какие изменения, потому что в самом деле верит, что он знает, что самое лучшее. Мы будем говорить об учениках. И в этом месте Писания мы увидим, что у учеников третья форма гордости. И они думают, что знают лучше, чем Мессия. А кто есть Мессия? Он Сын Божий. Он творец согласно первой главе послания к Колоссянам. Он творец всего, и все им стоит. И это крайняя гордость — думать, что мы знаем лучше, чем Он. Мы увидим неопровержимым образом, что эти ученики не доверяли Мессии. Так позвольте мне задать вам вопрос. Вы тот, кто демонстрирует доверие Мессии? Как это делается? Посредством того, что вы полагаетесь не на свои взгляды, но верите в Его Слово, в то, что Он сказал. Вы верите в это, верите во все Слово Божие, от книги Бытия до книги Откровений. Все это — совершенное Откровение от Бога. Не имеет значения, в каком периоде времени мы находимся. Тысячу лет назад или сегодня, истина остается той же — истиной от Бога. И мырый человек, смиренный человек, будет применять Его Слово к своей жизни и практиковать то, что Писание повелевает ему делать. Я вот вспоминаю про Моисея. Писание говорит, что он был самым смиренным из людей, и поэтому он был слугой Божьим. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 14 главу. Евангелие от Матфея, 14 глава. Мы начнем с места, на котором остановились на прошлой неделе. Надеюсь, вы помните, что мы говорили об Иоанне Крестителе. Мы помним, что Иоанн по причине верности закону Божьему, по причине требования исполнять брачный завет, был предан смерти, был обезглавлен. В конце нашего изучения мы прочли, что его ученики пришли и погребли его, и Иешуа услышал об этом. Итак, Евангелие от Матфея, 14 глава, 13 стих. И услышав, Иешуа удалился оттуда на лодке в... И смотрите внимательно. Я хочу перевести это место очень тщательно. Тут сказано «в пустынное место». Не в заброшенное место, хотя так оно и было. Но слово, которое использовано здесь, можно перевести как «пустыня». Иногда это то же самое слово можно перевести как «пустынное место». Речь идет о месте весьма бесплодном. Там пусто, и там ничего нет. Оно не поддерживает жизнь. И это то же самое слово. Конечно, на греческом языке... Но это то же самое слово, что было использовано при описании событий, когда сыны Израилевы из своего неверия из-за того, что не применяли наставления Божьи, по этой причине, что произошло? Они не вошли в обетованную землю. Они не получили обетования. Они не испытали блага доброй земли, но были оставлены в пустыне, в пустынном месте, в этом бесплодном и пустом месте на 40 лет, пока это непослушное, неверное поколение не вымерло. И вот что происходит. Когда мы полагаемся на наше собственное понимание, когда мы думаем, что наши взгляды правильны, вместо того, чтобы слушать Бога и слушаться Его, как я сказал, мы увидим учеников. Они не понимали. Они не демонстрировали. Они не проявляли в своих словах или действиях веру в Своего Господа и самого Сына Божьего, помазанника, Мессию Иешуа Иисуса Христа. Итак, Он удалился. Удалился на лодке. Тут сказано «в пустынное место». И далее здесь говорится «один». А народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком. Здесь опять-таки слово стоит во множественном числе. Много разных групп следовали за Иешуа. И это что-то говорит. Понимаете, Писание дает нам знать, что эти индивидуумы — это множество людей, они знали о Мессии, кем Он был. Они снова и снова слышали, как Он учил. И все, я имею в виду, буквально все, знали об Иоанне Крестителе. И все. Они слышали о том, что случилось с ним. И они знали, что сразу же после этого Иешуа удалился. Глядя на текст, мы видим связь между этим событием и тем, что Он удалился. И что сделали эти множества? Они пошли к Нему. И что значимо? Иешуа не был в популярном месте. К Нему нелегко было попасть. Он был в пустыне один. Но, тем не менее, много людей пошли к Нему. Они пошли. Заметьте, что тут сказано. «Пешком из городов». 14 стих. «И, выйдя, Иешуа…» Обратите внимание на то, что здесь сказано «Увидел». Он увидел множество народа. Заметьте, Он увидел их. И это слово «понимание», «видение», видение, восприятие чего-то, понимание правильным образом. И Писание говорит, что по причине этого следующее слово «будучи движим состраданием» в пассивном залоге, что значит, что что-то вызвало у Иешуа сострадание к этому большому множеству народа. Я думаю, причиной было то, что они интересовались им. Они искали Его. Они хотели быть в Его присутствии. И что Он главным образом делал? Да, и мы увидим это снова. Он был чудотворцем. Он исцелял. Но вот ключевой момент. Главное, на что делает акцент Писания, это не Его чудеса, не Его исцеление, а Его учение. И глядя на это событие, к которому мы подходим, и что это за событие? Единственное чудо, и я не говорю о воскресении, это единственное чудо, сделанное Иешуа, которое записано во всех четырех Евангелиях. И что это? Насыщение пяти тысяч. И вот чему учит нас Писание. Эти люди пришли к Нему, и Он учил. В других Евангелиях сказано, что учил Он продолжительный период времени. Прошли часы, но никто не увидел. Никого ничего не заботило, кроме как слушать Его. И позвольте сказать вам это. Это мудрость. Самое лучшее, как вы можете использовать свое время, это в Слове Божьем. Вы можете сказать, что вы в жизни очень заняты. У вас множество обязательств, обязанностей, которые вы должны исполнять. Может и так. Но изучение Слова Божьего сделает вашу жизнь более эффективной. Изучая Слово Божье, у вас будут лучшее управление временем и другими вещами, нежели вы отложите Слово Божье и будете концентрироваться лишь на физических вещах. Не обманывайтесь. Не заблуждайтесь. Не будьте человеком, не понимающим, что это библейское требование. Если у нас есть вера в Бога, мы будем делать акцент на Слове Божьем, на Откровении Писания. Итак, эти люди пошли за Ишуа. Они слушали его учения. И заметьте, что говорит Писание. Он был движим состраданием к ним. И что он сделал? Исцелил больных их. И это слово «восстановление». Это слово «приведение вещей». И вот ключевой момент. «Приведение вещей в порядок». Задайте себе вопрос. «Хочу ли я божественного порядка в своей жизни?» Многие люди, не подумав, скажут «Да, хочу». Но на самом ли деле? Потому что если «да», то вы будете прилежно изучать Слово Божье. Мне вспоминается это очень хорошо известная молитва в иудаизме, которая называется «Шма». Она взята из 6 главы книги Второзакония, где говорится «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И дальше заповедь. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Что интересно, акцент делается на заповедях. Но дальше сказано о необходимости прилежно учить детей Слово Божьим. И это хороший совет. Не только учить детей и инвестировать в новое поколение, но и самому изучать Слово Божье. Это показывает и демонстрирует любовь Божья. Когда мы будем делать это, какой будет результат? Изучение, прилежное изучение Слова Божьего, принесет в вашу жизнь божественный порядок. Если в вашей жизни беспорядок, необходимо изменение. Слово Божье — катализатор для принесения праведного изменения в вашу жизнь. Изменение, которое даст вам благочестивое свидетельство и откроет другим Божью славу через ваше поведение. Они увидят руководство Бога в вашей жизни. Итак, он исцелил больных. Их. 15 стих. 15 стих очень интересен, потому что он образует союз с тем, что мы изучали. Но это уникальный союз. Он показывает разрыв связи. И этот разрыв связи среди учеников. Они знают, что находятся в бесплодном месте, но не понимают значения этого. Почему сыны Израилевы были в бесплодном месте в пустыне 40 лет? Потому что они… Нет. И я тщательно выбираю слова. Потому что они не доверяли Господу. Они не полагались на Него. Они думали, что их путь – правильный путь. И они постоянно старались побудить Бога делать то, что хотели они. Это гордость. Это глупость и ведет к пустой жизни. К такой жизни, в которой в вашей ситуации отсутствует действие Бога. Итак, заметьте, что сказано в 15 стихе. Он начинается с союза «но». И это союз разрыва связи. Ученики не получили от этого то, что должны были. Тут сказано «но когда настал вечер». И это значит, что мы говорим не просто о сумерке. Мы не говорим о времени после полудня, когда еще светит солнце. Но это слово подразумевает «вечер». Настоящий вечер, когда наступила тьма. Итак, заметьте, что мы читаем. «Но когда настал вечер, подошли к нему ученики его». Уделите пристальное внимание тому, что говорили ученики. Это местописание учит нас, каким не надо быть учеником. Нам необходимо быть людьми, которые понимают, что нам необходимо показывать, демонстрировать зависимость от него, что мы полагаемся не на себя, не на нашу точку зрения, но на его инструкции. Здесь ученики этого не сделали. Заметьте, что они говорят. Они подошли к нему, и наступал вечер. И они сказали «место здесь пустынное». Это пустое место, бесплодное. Поймите следующее. Ешуа целенаправленно пришел в это место. Приплыл на лодке. Он удалился оттуда, где был, чтобы приплыть в это место. Таким образом, глупо говорить ему «ты знаешь, где ты?» «Ты знаешь, что мы находимся в пустыне, и все эти люди здесь с нами?» Итак, они говорят ему «место здесь пустынное, и время уже». Если в вашей Библии сказано «позднее», то слово переведено неправильно. Если внимательно посмотреть, это слово означает «пройти», «миновать». Тем самым говорится, что подразумевается время им уйти с их точки зрения. Они понимали так, что время пришло и ушло. Время находиться там прошло. Людям надо было уйти намного раньше. Итак, мы читаем. И время уже прошло. Вторая часть пятнадцатого стиха. В греческом языке часто бывает коренной глагол, а затем к нему добавляют префикс. И здесь мы увидим, что один и тот же префикс повторяется три раза. И это префикс или предлог «из». Предлог «из», используемый как префикс в этих глаголах. Уделите пристальное внимание. Они говорят «Ешуа», «вышли народ». Буквально «вышли из», имеется в виду из этого места «народ». Для чего? Чтобы они вышли. И что это за слово «вышли»? Отсюда. Вышли их из этого места, чтобы они пошли, вышли из этого места в селение купить себе пищу. Как мыслят ученики? Уже поздно. В других Евангелиях мы видим описание того же самого чуда, что люди были там долгое время, и они ничего не ели. И никто не жаловался. Никто не жаловался кроме кого? Кроме учеников. Им уже этого было достаточно. Больше учения они не хотели. Они хотели, чтобы все ушли для чего? Чтобы они могли поесть. Они не доверяли «Ешуа». Они фокусировались на себе, на своей необходимости поесть. Они поставили физическое выше духовного. Никто об этом не говорил, кроме учеников. «Чтобы они пошли в селение купить себе пищу». 16 стих. И мы видим тот же самый союз, который показывает разделение, конфликт, контраст. Это «Ешуа» привел их в это место. Они были там по определенной причине. Вот почему в 16 стихе говорится «но». Во многих библиях переведено как «и», но лучше для обозначения контраста перевести как «но». Но «Ешуа» сказал им. И заметьте, что он сказал. «Не нужно им идти». И слово «идти» означает «уходить из», «покидать это место». И это уже четвертый стих. Это другой стих. Но в этом же разделе четвертый раз, когда используется это слово «предлог из». Он говорит «вы говорите, что им надо уйти отсюда, из этого места, уйти отсюда». И он говорит «с моей точки зрения». С чьей точки зрения? С Божьей точки зрения. Нет необходимости уходить отсюда. У него совершенно другая цель. Мой вопрос к вам. Так ли происходит в вашей жизни, что у вас одна точка зрения, и вы молитесь одним образом, но у Бога что-то совершенно другое? И у вас конфликт. Что ж, остановитесь. Слушайте Его Слово. Ищите Его откровения для своей жизни в Писании. Если будете делать так, будет в вашей жизни славное изменение. Будут ли у вас проблемы? Их может быть даже больше. Но знаете, что вы еще будете переживать? Радость Господа. А радость Господа даст вам силу. И у вас будет привилегия преодолевать проблемы. Вы будете свидетельством. И люди будут знать. Да, у Него есть проблемы. Но Он их преодолевает. Он не унывает. Он не падает духом. Он не жалуется. Никогда не жалуется. Он не жалуется, но доверяет Бог. Полагается на Него. И зависит от Него. И Бог, как пишет в Псалмах Давид, Бог избавляет его от проблем Его. Итак, Ешуа говорит, не нужно им идти. И посмотрите конец 16 стиха, где сказано, «Вы». На этом слове делается ударение. «Вы дайте им есть». Итак, они в пустыне, в бесплодном месте. Там ничего нет. Он говорит, вы думаете о пище. «Нужна пища, и вы дайте им есть». 17 стих. Но им это не понравилось. В контраст сказанному они говорят ему, «Но у нас здесь нет». И снова. Здесь будет повторено это слово эмфатическим образом. Читаем еще раз. «Но у нас здесь нет ничего, а только пять хлебов и две рыбы». 18 стих. «Но он сказал». Снова контраст. То же самое слово. «Но он сказал, принесите их мне сюда». И вот здесь снова делается этот акцент. Они говорят, пусть они пойдут. Тут ничего нет. Мы не можем восполнить нужду людей. Но если вы в близких отношениях с Мессией, то вы хорошо понимаете Его взгляды, Его цели, и вы увидите, как Он чудодейственно восполнит нужды. Так что вы сможете послужить другим. Вы сможете быть благословением в чьей-то еще жизни. Вы сможете делать невозможное. Так что не полагайтесь на себя. Полагайтесь на Его обеспечение. Итак, мы читаем, что Он говорит им, «Принесите их мне сюда». 19 стих. «И велел народу возлечь на траву». Это слово «возлечь» — важное слово. Оно не означает лишь «сесть», но обычно используется в отношении особенной еды, праздничной еды, чего-то значимого. Такое использование слова говорит нам, что произойдет что-то важное. Мы увидим Бога в действии, и это должно быть тем, что мотивирует нас. Мы желаем, чтобы Бог действовал в нашей ситуации. Но для этого мы должны зависеть от Него. Мы должны доверять Ему. Мы не просто говорим «Бог, я верю Тебе и доверяю Тебе». Это не произведет изменения. Мы это доверие демонстрируем тем, что изучаем Его Слово, потому что доверие Богу очевидно. Когда мы изучаем библейский принцип и применяем его в своей жизни. Итак, в этом месте Писания сказано, «И велел народу сесть или возлечь на траву». Вторая часть 19 стиха. «И взяв пять хлебов». «Эти пять хлебов и две рыбы и воззрел на небо». И что он делает? Он благословляет. Термин «благословлять» означает говорить что-то хорошее, конкретно что-то хорошее о Боге. «Боже, Ты можешь». «Все возможно Тебе». Но в греческом языке это написано на греческом, а в еврейском языке слово «благословлять» означает «приносить то, что на небесах, на землю». Это небесное обеспечение, и оно сверхъестественно. Это может быть что-то физическое, естественное, но способ доставки — они будут есть хлеб и рыбу. Но способ доставки был сверхъестественным. Почему? Смотрите Писание. Он смотрит на небо, поднимает глаза к небесам, благословляет и преломляет, то есть разделяет, дает хлеб ученикам, а те — народу. И обратите внимание на результат этого. Никто бы в это не поверил. Где они были? Они были в пустыне, в бесплодном, пустом месте. Но все они, все они ели, и вот что мне нравится, и ели все и насытились. Это насыщение коренится в признании Божьего обеспечения. Если вы принимаете то, что дает Бог, вы насытитесь. И это слово насыщение также относится к радости и уверенности. Итак, и ели все и насытились. И встали и набрали оставшихся, то есть был избыток, было изобилие. Обратите внимание на то, что здесь сказано. И набрали оставшихся кусков. Сколько? Двенадцать коробов полных. А ехших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Ели пять тысяч. И число пять тысяч относится к воле. Оно относится к свободе. Относится к пребыванию в воле Божьей, где нет ограничений, и цели Бога могут быть исполнены в вашей жизни. Что ж, мы поговорим больше об этом слове, об этом числе пять тысяч, на следующей неделе. Мы изучим оставшиеся стихи этой главы. До встречи. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом из Израиль. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем Мессии, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.